Так, короче, с оригинальными принципами ООП творится невнятная дичь. Некоторые из них настолько противоречивы, что следование им скорее приносит больше вреда, чем пользы. И, конечно же, больше всего проблем доставляет именно наследование. Тут уже в принципе можно начинать скукарекивать типа «Да вот наследование, ко-ко-ко, повторное использование кода, кут-кудах, открывает путь к полиморфизму, кукареку» и всякое такое. Так вот, полиморфизм в принципе можно использовать и без наследования, что мы в дальнейшем и увидим. Но, именно в самом наследовании есть один нюанс. Здоровенный с*** нюанс, который просто ломает всю логику отношений между различными сущностями. В общем-то, в этом видео я и продемонстрирую его, а также расскажу, когда именно нужно использовать наследование. Пожалуй, приступим. Берём стандартный пример, на основе которого всегда обучают как наследованию, так и полиморфизму. Конечно же, это наши любимые зверушки. У нас тут будет собачка, слон и, например, пингвинчик. Занимательно в этих примерах то, что на их основе всегда всё прекрасно складывается. Вот есть абстрактный класс Animal, вот есть конкретный тип Elephant, вот он наследуется от абстрактного Animal, приопределяет там его метод Speak и в принципе слоняра может дудеть. А вот собачка тоже наследуется от Animal и может гавкать. И на данный момент никаких проблем нету, всё прекрасно функционирует. Окей, тут мы внезапно осознаём, что нам нужно научить наш зоопарк ходить по земле. Что мы первым делом делаем? Правильно, лезем в абстрактный класс и изменяем его интерфейс путём добавления метода волк. И вот всем нашим зверушкам добавился этот метод и теперь все они имеют возможность передвигаться. Проходит ещё какое-то время и тут мы осознаём, что пингвин помимо дефолтной ходьбы по земле может ещё и плавать под водой. Мы конечно же лезем в класс Animal, чтобы добавить новый абстрактный метод Swim. И тут как бы внезапно осознаём, что у нас есть слоны, а они-то с*** не умеют плавать. И тут мы начинаем грозить абстрактную х***ню, когда у нас 10 тысяч абстрактных классов зависят от 100 тысяч других абстрактных типов, которые предусматривают различные способы передвижения зверушек. Скажем спасибо, что в современные ООП языки не добавляют возможность множественного наследования, так как всё это делает наши реализации конкретных зверей пипец какими хрупкими, так как изменения всего лишь в одном базовом классе приводит к тому, что они все моментально применяются ко всем конкретным реализациям зверей. И на самом деле мы должны были напрячься ещё на моменте с добавлением метода волк, так как это изменение интерфейса моментально применяется ко всему зоопарку. Ведь возможно у нас есть какой-нибудь морж, червяк или рыбка, которые в принципе не могут ходить ногами по земле. В этом и есть вся главная проблема наследования. Оно не учитывает будущие изменения, которые с огромной вероятностью рано или поздно придётся вносить в этот код. Вместо того, чтобы просто добавить возможность плавать пингвинчику, нам пришлось городить лютую хрень, выводить новые сущности и чуть ли не переписывать весь этот грёбаный код, связанный с нашим зоопарком. И всё это только добавляет проблем в будущем, так как нет стопроцентной гарантии того, что это не заставит нас вносить изменения в этот код. Но решение этой проблемы есть. Я даже могу сказать, что этих решений существует огромное количество и некоторые из них я с радостью продемонстрирую. Первый, самый элементарный способ. Использовать интерфейсы вместо абстрактных классов. Все характеристики животных мы задаём отдельными интерфейсами. Например, отдельный интерфейс iWalker будет сдавать контракт для наших типов, что он должен иметь реализацию метода walk, который как раз таки отвечает за передвижение по земле. Потом создадим отдельный интерфейс iSwimmer, который будет определять метод swim, который в свою очередь содержит реализацию плавания. Потом уже создаём конкретный тип пингвина, который реализует два этих интерфейса. Алё, экстрим код, вы обосрались, а как же повторное использование кода? Вы чё, в каждом зверке будете по-новой пилить алгоритм ходьбы или как? Ха, ну эта проблема легчайшим образом решает с шаблоном проектирования стратегии, про который у нас есть отдельное видео на канале, рекомендую вам его посмотреть. Нужно просто расширить предыдущий пример, для этого мы создадим новый интерфейс iAction, который будет отвечать за стратегии передвижения, ну или в принципе каких-либо других действий, которые могут совершать зверьки. И затем мы сделаем конкретные реализации walk action и swim action. Затем при помощи композиции просто добавляем в инициализацию этих полей в фингвинине и пробросим вызов методов в интерфейсный swim walk. Субтитры сделал DimaTorzok Все, легчайшим образом мы можем расширять существующие классы, а также наделять зверей различными функциональностями, при этом у нас логически ничего не ломается. Также используется вышеупомянутый полиморфизм, так как мы конкретные стратегии передвижения просто обкастим к базовому интерфейсу действия. Окей, а теперь рубрика MadScience на канале ExtremeCode. В шарпе восьмой версии добавили возможность интерфейсам содержать реализацию методов по дефолту, это например можно использовать в наших целях и расширить интерфейсы iWalker и iSwimmer. Делается это следующим образом. Субтитры сделал DimaTorzok Единственный недостаток этого способа в том, что нам необходимо явно обкастить объект нужному типу интерфейса, для того чтобы была возможность использовать его дефолтные методы. Окей, это на самом деле достаточно скучный способ, да и доступен только тем, кто юзает последний дотнет. Чуваки, которые сидят на легосе конечно пускают слезу типа как же так, нам тоже хочется хипстерских методологий. Так вот, хорошие новости, есть дедовский способ добавлять реализацию методов по дефолту в интерфейсах, доступен он в доисторической версии дотнета, а точнее с тех пор как появились методы расширения. Вообще, эту методику можно назвать псевдотрейтами. По хп боги конечно сейчас сидят, кивают головами типа такие, да, да, у нас тоже трейты есть, мы крутые, мы можем повторно использовать код без наследования, ух. Так вот, применив небольшую магию с абстрактным классом и обобщенным интерфейсом, мы можем получить следующую конструкцию. В принципе, ни абстрактный класс, ни интерфейсы могут не содержать в себе абсолютно ничего. Вся соль как раз таки в статическом классе, в котором мы реализуем методы расширения для наших псевдотрейдов. На каждый такой трейд можно создавать отдельный статичный класс, в котором мы прописывать всю логику, но я же запихну всё в кучу, дабы не усложнять код. Ну вот в принципе и готово, как мы видим, в все же созданном пингвине есть методы как ходьбы, так и плавания. Все примеры, которые я показал, доступны в гитхабе, ссылочка в описании, так что можете зайти и самостоятельно ознакомиться со всем кодом. А теперь о насущном, наследование следует использовать в каких-то системных штуках, которые явно не будут подвержены частым изменениям, например при проектировании фреймворка, что в принципе в том же дотнете и прослеживается на примере класса стрим и всех его производных. Другой пример хорошего использования наследования можно пронаблюдать при реализации исключений, абсолютно все из них реализованы от базового exception, но проблема в том, что исключения как и наследования тоже нахрен не нужны, но об этом я расскажу в другой раз, так что ставь лукас и тогда я быстренько займусь производством контента на эту тему. Когда мы используем наследование при проектировании сущностей, связанных с бизнес логикой, то с очень большой вероятностью мы наткнемся на выше продемонстрированную проблему, когда мы просто лезем в базовый класс и полностью все ломаем, путем изменения или добавления новых членов в интерфейсе класса. на этом пожалуй все, подписываемся на канал, ставим обязательно колокольчик и лайк под видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...